Скидыш! Послушаем сегодня трейлер СНГ. Вышел на канале трейлер кунг-фу панды. И, как вы знаете, наверное, по новостям, там не привлечены российские актеры дубляжа, которые были в прошлых частях. Ну, конечно, всех, наверное, больше всего волнует вопрос Михаила Глустяна, который был и остается голосом по в прошлых частях. Вот, мы его не услышали и были новости о том, что все, Михаил не озвучит. Но я сегодня эту информацию опровергну. Смотрите обязательно этот ролик до конца, поставьте лайк. Посмотрим, оценим субъективно, дадим какие-то комментарии. Я отвечу на возможные ваши вопросы по поводу участия Михаила. Отвечу на главный вопрос наших зрителей. Откуда деньги РХС? Ну и, собственно, поделюсь вообще впечатлениями о записи, потому что я вот буквально недавно приехал на студию и делюсь первыми впечатлениями о знакомстве с Михаилом, о том, как прошла запись и вообще о будущем релизе, где смотреть бэкстейджи, где будет собираться вся информация там по кинотеатрам, по фильму, по мультфильму точнее. В общем, оставайтесь до самого конца. Ну, а мы начинаем. Так, Кунг-Фу Панда 4 в исполнении наших коллег из СНГ. Так, Кунг-Фу Панда 4 в исполнении наших коллег из СНГ. Тай Лунг, рада встрече. Когда я заполучу силу каждого кунг-фу злодея, никто не сможет оспорить мое превосходство. Никто, даже сам воин дракона. Кто она? Самая могущественная колдунья оборотень. Хамелеонша. И как мне найти эту хамелеоншу? Я приведу тебя прямо к ней. Их целая армия! Значит, и нам нужно собрать свое. Что это за место? Город мошенников и воров. Ты преступница? Только сейчас понял. Это же очевидно. Осторожней с фейерверками, малышня. Теперь Джейва так салюты. Зачем нам помогать тебе? Мы сможем победить хамелеоншу вместе. Я воин дракона. Вот кто я. Склипли. Я не знаю, как быть духовным предводителем. Все в твоих руках. В моих печеньках. Тебе суждено стать кем-то большим, чем ты есть сейчас. Можно провернуть все быстро и безболезненно. Или же медленно и мучительно. Медленно и мучительно. Наконец-то мы встретились, хамелеонша. Мы с тобой, в общем-то, очень похожи. Скуды. Не волнуйся. Я надеру себе зад. Слушайте, ну, замечательный трейлер, во-первых, по самому мультфильму. Я так понял, что все сейчас перенимают эту мультивселенную, да, как в Человеках-пауках. Они там возвращали стареньких, так и здесь они будут персонажей возвращать в четвертую часть. Отличный мультик. Я очень жду, на самом деле, сам посмотреть. В том числе сам фильм. Что касается озвучки. Вполне себе неплохая озвучка. Здесь, наверное, вот опять играет роль те самые голоса, да. Хотелось бы... Конкуренты. Хотелось бы, конечно, слышать, безусловно, и Мишу Галустяна, и Владимира Антоника, и Александра Ходченкова. Но, к сожалению, вот мы в очередной раз, как мы уже убедились достаточно давно, что не зовут наши коллеги из СНГ российских актеров дубляжа звучать. Вот, много причин, мы сейчас на этом не будем устанавливать свое внимание, но для этого существует студия Red Hat Sound. Потому что сегодня мы записывали Александра Ходченкова как раз за мастера Шифу. Ты станешь духовным наставником Долины Мира. Ты должен стать чем-то большим, чем ты сейчас. Кстати, интересный факт, о котором вы, возможно, не знали. А утром посетитель найдет его между булочками. Может, у меня появился конкурент? Сегодня мы записывали Михаила Галустяна за панду. Ах, какой хороший! А можно послушать? И сегодня же на студии состоялась просто легендарная встреча. Первый раз вообще они познакомились. Точно конкуренты. Впервые ученик увиделся со своим учителем, так сказать, в реальной жизни. И они даже запечатлели это на фото. Это было очень мило, потому что как Михаил был рад увидеть Александра Ходченкова, так и Александр очень был рад увидеть Михаила. И такая, знаете, вроде не совсем очевидная связь. Ну, это же персонажи, как бы, да, мультфильмов. Но все-таки что-то в этом есть. Когда я сказал, что вот герои встретятся и актеры встретятся. Они очень обрадовались, пожали друг другу руки. И это было достаточно мило и забавно. Что касается Михаила Галустяна. Да, вы уже, наверное, слышали, что Red Hat Sound пригласила Михаила на роль По. И в скором времени выйдет озвученный полностью локализованный трейлер от студии Red Hat Sound. Он выйдет в нашем телеграм-канале. Ссылочку я на него оставлю в описании. Там выйдет трейлер. Я думаю, что он должен вам понравиться. Потому что мы привлекли максимальное количество тех самых голосов, которых мы увидели. Кстати говоря, приятно мне, как человеку, связанному с озвучкой, то, что когда мы договаривались с менеджером Михаила, она сказала, что Михаилу важно, чтобы по возможности были те самые голоса. Это очень приятно, потому что Михаил не просто пришел, ему заплатили деньги и он озвучил фильм. Он хочет, чтобы этот мультфильм понравился детишкам, взрослым. Чтобы собрался каст, который был в прошлых частях. И чтобы этот продукт действительно получился качественным, профессиональным. Поэтому этот критерий, он значит, мне кажется, многое. С точки зрения отношения вообще артиста, да, такой большой величины и большого медийного охвата к роли закадровых артистов. На мой взгляд, запись прошла на высшем уровне. Мне показалось, что коннект режиссера и Михаила состоялся. Потому что это их такая первая совместная работа. Мне кажется, что главное это не потерять. И на записи самого мультфильма тоже, чтобы этот коннект остался, тогда продукт получится хорошим. Михаил не потерял сноровки. Все четко, все здорово, все по делу. Вспомнил персонажа. Вспомнил какие-то голосовые моменты, отыгрыши. Очень много привносил и добавлял своего. Где-то там в перевод что-то поменял, где-то эмоцию. А давайте тут допишем. А давайте тут еще чуть посмеемся. А давайте еще дублик сделаем актерский. Это второй фактор человека, что ему это не безразлично. И это делается не просто за какой-то гонорар. Что касается бэкстейджа, мы конечно же снимали процесс озвучивания персонажей Михаила в том числе. Поэтому я думаю, что в Telegram канале уже что-то вышло. Заходите, подписывайтесь, смотрите. У нас там много эксклюзивной всякой информации. И такие мини подсъемы, чтобы вы могли пока еще без картинки самого мультфильма уже визуализировать, представлять и понимать, что вас будет ждать. Конечно, я знаю, что интересно большому количеству людей, и СМИ, и медиа. Дима, как так? Сколько денег вы заплатили? Какие гонорары? Что вообще? О чем речь? Как у вас это получилось? Тут, конечно, я вам не расскажу точных цифр, что, сколько, почему и как. Но одно сказать могу точно, что мы с командой очень благодарны команде Михаила за то, что услышали, выслушали, не просто там проигнорили и отклонили, а сказали, да, это интересно. Спасибо, что пошли навстречу. Спасибо, что вышли на контакт. И дело дошло до того, что мы там подписали бумаги и будем дружно идти делать классный продукт. Также, кто хочет поддержать выход мультфильма «Кунг-фу Панда 4» в дубле «Жирот Хэд Саунд», можете перейти по ссылке. Заранее вам за это спасибо и огромная благодарность. Что касается контента, который будет выходить, в скором времени, опять же повторюсь, выйдет трейлер локализованный наш. Он будет в телеграм-канале. Скоро выйдет небольшой бэкстейдж. Я думаю, что бэкстейдж выйдет тоже на ютубе. Сегодня я вам показал небольшие кусочки. А так хотелось бы сделать какой-то такой полноценный ролик. Для нас с командой, конечно, это большой такой шаг. Еще раз благодарю команду Михаила и действительно важный проект для нас. Спасибо вам большое за поддержку в комментариях, в распространении, в репостах, в лайках. Это очень важно и мы видим, что мы работаем не зря. Мы видим, что продукт ценится, актеры еще больше ценятся. То, что вам не безразлична вообще судьба русского дубляжа, потому что такая новость, конечно, облетела много пабликов. И огромная вам за это благодарность. Я надеюсь, что это только начало. Я уверен, что мы сделаем качественный продукт и с вашей помощью у нас все получится. Друзья, спасибо вам большое за внимание. Пишите в комментариях что-нибудь в ваше мнение. Ставьте лайк этому ролику. Ну, а мы с вами увидимся очень скоро. Пока-пока. Скидыш.